Что объединяет Петра Первого пчел и сыр? Добро пожаловать в Славгород! Город нетиповых достопримечательностей. Все, как мы любим. Тот случай, когда за один день можно оказаться в 18 веке. 315 лет назад здесь произошло значимое событие. Научиться готовить домашний сыр по старобелорусскому рецепту. И что я помню, вот с детства наши родители занимались сыроварением. Ну а после тяжелого дня от негатива вас здесь избавят пчелы. Пчелы, как бабки, снимают у вас весь негатив. Это не типовой проект. Ну что, поехали! Прупой, Пропошеск, Пропольск, Пропольск и, наконец, Славгород. Короче, городу есть что о себе рассказать. А его история начинается еще за 20 километров до самого Славгорода. По пути из Могилева в Славгород можно попасть в 18 век. К самому Петру Первому. То, что это место историческое, видно еще на самом въезде. Но все же мы об этом узнаем немножко поподробнее. 1708 год. Важнейшее сражение Северной войны между русскими войсками и шведским корпусом. И все это здесь, в лесной. Был разбит шведский обоз карвалантом Петра Первого. Тем самым была ослаблена регулярная шведская армия. Поэтому на сегодня наша лесная, она на слуху. У туристов нашего городка лесная. И место действительно значимое. И здесь эту давнюю битву можно увидеть и сегодня. Да, 1708 год в 2023. Вот вам шведы, вот русские. Правда, очень маленькие. 12-тысячный отряд Петра Первого против 16-тысячного шведского корпуса. Да, мощно. Сегодня с помощью картин, инсталляции и важных документов познакомиться с этим историческим событием предлагают в небольшом музее. Но так было не всегда. Музей построили в честь 300-летия победы в битве. А вот на самом въезде в лесную стоит величественное строение. И оно появилось тут аж на 100 лет раньше. Свято-Петропавловский храм и есть главная достопримечательность деревни. На самом деле, несмотря на то, что это маленькая деревня, да, просто городок, но она известна, как я уже говорила, благодаря нашей церкви и благодаря тому, что у нас хорошо развито туристическое направление, мы включены в туристический маршрут. То есть гостей у нас очень много. И вы подключайтесь. Здесь есть на что посмотреть, а главное, что узнать. Славгород – название символичное. Город действительно славен. Он славится историческими достопримечательностями. Без них не обходится ни одно путешествие. А еще современными развлечениями, созданными не так давно, но уже популярными среди туристов. И, конечно, славится людьми, без которых всего этого бы не было. Знакомьтесь, это Алексей. Это Галина. Ой, извините, не так. Я королева пчела и трутень. А это их домашние питомцы. У семьи Ермаковых их всего-то около трех миллионов. Ого! Вот так среди небольшой деревеньки ржавка Славгородского района затесалось царство. Можно предположить, что вы очень любите пчел и мед. Откуда такая любовь к этим полосатым насекомым? У меня муж – пчеловод в пятом поколении. Ого! А живем мы с ним уже больше, чем старик со старухой Синего моря. Я все время учусь. И мы действительно любим пчел. И мы работаем круглый год. А вы знаете, что пчелки не спят зимой? Вот приедете к нам на экскурсию, все это узнаете. А что общего у человека и пчелы, знаете? Еще монахи на Соловках определили, что биополе пчелы и человека очень похоже. Но пчела при этом меньше болеет. А вот такого синдрома, как у нас с вами везде, синдром хронической усталости, у пчел нету вообще. А про сон в стиле аппи слышали? Вот смотрите. Вы ложитесь, под вами работают пчелки. Происходит микровибрация. А температура в Улье летом 36 градусов. У нас с вами 36,6 человек. И пчела очень похожа. Микровибрация. Ваше тело согревается, раскрепощается и очищается от наслоения всей негативной энергии. То есть пчелы, как бабки, снимают у вас весь негатив. Вот так, пока люди строят дачи, Ермаковы построили у себя на участке целый парк развлечений. И с радостью принимают там гостей. А еще и такие лекции проводят. У меня вот от такого количества интересной информации закипела голова. И это только начало. Поэтому я тут пока полежу, переварю. Может, аппи посплю. А потом продолжим. А пока заедем уже, наконец-то, в сам город. В Славгороде есть настоящие мастхевы для путешествия. Это и всем известная голубая креница. Самый большой родник во всей Беларуси. Красивая. И церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Где сейчас, кстати, происходит настоящее чудо. Краски на фресках здесь неожиданно стали ярче и контрастнее. Церковь будто ожила. А сами фрески, между прочим, связывают с самим великим художником Боровиковским. Но так как окунаться в голубую креницу осенью не лучшая затея, ну или это просто я не такая смелая, а церковь, к большому сожалению, в день моего приезда оказалась закрыта, заеду кое-куда еще. Но обязательно приеду сюда еще раз. Нельзя такое пропускать. И вы не отставайте. А сейчас скажите сыр. Сейчас будет самая вкусная часть Славгорода. Здравствуйте, красивая, нарядная белорусочка. Здравствуйте. Мы рады вас видеть на нашей усадьбе. Милости просим. На территории Славгородского района производство органической продукции развивается, ну, очень активно. Здесь это стало настоящим брендом. И речь не только про пчеловодство, но и про сыроварение. Хочешь купить домашний сыр? Пожалуйста. Хочешь приготовить сам? Научат. И это не просто процесс, это искусство. Ставим кастрюлю на плиту. Наливаем литр обыкновенного свежего, цельного, коровьего молочка. А качество молока влияет? Ну, естественно. Если жирность будет низкая, будет у нас меньший выход сыра. А если жирность хорошая, значит и выход сыра. Как вы уже могли заметить, атмосфера традиционная. Я бы даже сказала старо-белорусская. И сыр здесь готовят в том же стиле. Только, конечно, чуть посовременнее. И вот в чем такая традиционность. Вы знаете, и что я помню, вот с детства наши родители занимались сыроварением. Вот и бабушка, и мама, только они готовили, конечно, не такие сыры. Да, и вот я еще со школы помню. Вот идем со школы, раньше в школе ни булочки не можно, нельзя было купить ничего. Идем голодные. И вот идем по улице, у кого-то сыр печи, аромат на улице, а кушать хотим. У другой хозяйки печи хлеб печется. И вот это вот с детства я до сих пор все помню. И вот уже 15 лет Тамара и еще пять таких же заряженных сыроваров учат своему искусству сотни туристов. А спрос есть, причем у всех поколений. Вы знаете, приезжают и взрослые, и приезжают молодежь. Вот я вам расскажу, однажды приезжала молодежь отдыхать на соседнюю у нас усадьбу. И меня пригласили провести мастер-класс. Я говорю, да молодежи, неинтересно это будет. И что вы думаете? Я закинула сыру в сумку холодильника, взяла с собой молоко. Они мне поставили так вот, стол, люди отдыхали. И когда стало нагреваться молоко, все встают, молодежь. Это вот мастер-класс мне запомнился на всю жизнь. Меня окружили. Они пробуют и сыворотку, они пробуют и творог этот. Я уже говорила, постойте, а то у нас на сыр не останется. Да, и все были очень довольны. Как молодежь, подтверждаю, процесс действительно очень интересный. Ну, конечно, столько тонкостей. Когда мы вливаем, происходит реакция. Смеряем температуру молока. Если мы его перегреем, закипит, значит выход сыра у нас получится меньше. Выглядит, как какой-то омлет пушистый очень. Ну, конечно, все тонкости раскрывать я вам не буду. Лучше сами приезжайте и приготовьте свой уникальный сыр. Крутые эмоции гарантированы. Вот наше чудо-сыр. Мы сами сделали. Нет сыра вкуснее, чем сыр, сделанный собственными руками. Мастер-классы. Пять видов готовых сыров. Общение с профессионалами. И фото с коровой. После такого мастер-класса я всерьез задумалась о том, чтобы завести свою корову. И создавать такие чудесные сыры. Реально вкусно. Да, все это ждет вас в славгородском сырном мире. Приезжайте. А это, пожалуй, я заберу с собой. Стоп, почему я опять в старой белорусской атмосфере? Были же я у пчел. Наша программа называется «Тайна капельки меда». И поэтому мы вас ведем от бортничества к современности. Тому, по тех речах, которые тут стоять или висят, вы напевно уже догадались, что у нас будет невеликий экскурс у минулого бортника. У хату селенина минулого ста годзе. Раз-два-три зашли и присели калиласка на лавке. Ничего страшного. Отлично. У них и музей в усадьбе есть. Да чего здесь только нет. Так, ладно. У меня тут полно дел. С печкой разобралися. Ой, какая добрая господинька. Досталай на чугунок. Малайчина. Под павуком соломяным постояли. А наш павук уже начинает крутиться. Значит, ты добрая девчонка. У тебя в голове добрые думки и ничего злого в нашей хате ты не задумала. И навод постирали. Так, так поклала. Добра, малайчина. Еще и много комплиментов получила. Вот такая завидная невеста. Осталось своими руками что-нибудь сделать. Ну, для полной картины. Катаные свечи из ващины – это самый древний вид катанных свечей. А раз самый древний, значит, самый экологически чистый. И они явились предсечей церковных свечей. Ну что, делаем? Зажгла свечку и смотришь на нее. Через некоторое время пойдет копоть. Это сжигается весь твой негатив за прожитый день. Все твои обиды уйдут, все негодования. И ты уснешь сном младенца. Очищешь не только свою ауру, но и ауру помещения. Да, чувствую, после этого места я от негатива на несколько жизней вперед избавилась. А вообще здесь очень классно. Алексей и Галина открыли на своем участке настоящий музей. Все такое красивое, интересное, полосатое. Столько мелочей, аж глаза разбегаются. Сидит мальчик Тима и девочка Рима. На самом деле, конечно, программа здесь намного масштабнее. Просто представьте, на протяжении полутора часов вы постоянно узнаете что-то новое. Пробуйте и мастерите что-то своими руками. Пробуйте самые разные виды меда и знакомитесь с трудягами-пчелками. А лучше не представляйте, а ете и пробуйте. Я специально не показала все самое интересное. Хочу, чтобы вы сами окунулись в это пчелиное царство. Интересно будет всем. Дорогие зрители нетипового проекта, мы от всей души, я королева пчела и трутень, приглашаем вас на нашу программу «Тайна капельки меда». Вас ждет незабываемое впечатление. Вот как бывает. Приезжаешь в один город, а оказываешься в разных временах. И атмосфера везде особенная. Я вот за один день побывала в месте, в котором был сам Петр Первый. Да еще и великую победу одержал. Приготовила самый вкусный сыр. Вау, хорошо. Тепленький. На улях с пчелками посидела. Сон на улях. Слышали про такое? До этого, честно, не слышала. Сделала свечку из воска. Вроде более-менее ровно. У меня уже готово. И у меня. И даже постирала вальком. Это предок современной стиральной машины. Такая палка. Як колотушка. А гэта так сама палка с нарезанным поперк зубцами. И это моя история. А какая получится у вас? Проверяйте. Мой вариант маршрута оставила для вас в телеграм-канале «Беларусь. Четыре могиле». И, конечно, встретимся где-нибудь еще. «Беларусь. Четыре. 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 Четыре». «Беларусь. Четыре. 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 Четыре». «Беларусь. Четыре. 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 Четыре». «Беларусь. Четыре. 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 Четыре». «Беларусь. Четыре. Четыре. Четыре».